Историю усадьбы «Студеные ключи» можно сравнить со сказкой о спящей красавице. Полуразрушенную, позабытую Богом и людьми усадьбу крупного промышленного деятеля Николая Русского однажды увидел Александр Широков. Увидел и не смог не влюбиться. Мы в 2011 году увидели этот дом и потом решили в один из осенних вечеров приложить максимум усилия в его восстановление. Если бы не семья, если бы не их поддержка, если бы не вот это чувство локтя, ничего бы, наверное, не получилось. Годы усадьбы не пощадили. Бурьяном заросли сады, дом, в котором раньше не утихала культурная жизнь, в котором гостили Рахманина, Прокофьев, Шаляпин, превратился в руины. Сплотив вокруг себя команду людей неравнодушных, нашему герою удалось невозможное. В стенах студеных ключей снова зазвучала музыка. Усадьба ожила. Усадьба, тире или равно, это наша история. После себя, конечно, человек оставляет какой-то след. Это нельзя сделать специально. Только каждой дневной работой, только каждым дневным трудом ты можешь что-то, наверное, оставить после себя. Когда мы начали восстанавливать усадьбу, мы с самых первых дней восстановления пригласили сюда наших друзей. Это студентов художественного училища и студентов музыкального училища. Когда в здании зазвучала музыка, дом сразу преобразился, и он по-другому стал восстанавливаться. Этот дом с самого начала, он обрел такую культурную, мощную основу. И это дело стало возвращением не просто семьи Широковых, это просто стало дело общим. Детей, жителей Заволжска, наших друзей, случайных людей, которые находятся здесь в отпуске, приезжают сюда, они заражаются вот этим позитивом. На самом деле, Сан Саныч уникальный человек. Тот человек, вокруг которого артисты, художники, политические деятели, спортсмены. И вот образовался круг друзей, которые периодически собираются, а события придумывает Сан Саныч. И вспоминая те далекие времена, когда здесь были руины, когда не было крыши, И когда Сан Саныч сказал, что я хочу реставрировать, я хочу восстановить, я хочу придать этой усадьбе жизнь, ну, честно говоря, все думали, что это идея, у кого такие не бывают, да, фантазии. А сегодня мы можем сказать, это идея, которая воплощается в реальную жизнь. Работы по реставрации еще ведутся. Но уже, несомненно, одно – это уникальное место с атмосферой патриотизма, семейных традиций, любви, трудолюбия, творчества осталось верным своему предназначению. Обновленные студеные ключи стали высокодуховным и культурным центром. Вот то, что делает Широков, это угодно Богу, это надо людям. И поэтому, несмотря ни на что, это возрождается, вот это его детище, эта усадьба. Это не просто возрождение здания, да, как я говорил, это именно возрождение традиций, возрождение духа вот той доброй, старой России. Это здание впускает в себя людей самых разных возрастов, да, социальных статусов. И когда эти люди объединены вот той высокой удивительной силой искусства, я ничего, кроме радости и даже гордости, причастности к такому высокому делу, я не испытываю. Потому что это вот та настоящая духовная жизнь, которая возможна либо в храме, и она возможна вот в настоящих очагах высокой культуры. Семейные традиции, которые были заложены в наших старых дворянских усадьбах, традиции культурные, традиции православные, позволяли людям достигать высоких результатов жизни. Потому что они понимали, что так должно быть, и они впитывали это все с детства. Восстанавливая усадьбу, мы возвращаем утраченные традиции, связанные с семьей. Восстановление усадьбы сегодня разрослось до большого проекта «Сохраним вместе». Наш герой теперь горит более масштабной идеей – вдохнуть жизнь еще в несколько старейших усадеб Ивановской области. Восстановление этого дома, возвращение его к жизни перевернуло меня изнутри. Началась какая-то внутренняя болезнь – творить добро, помогать людям. И сегодня это стало делом моей жизни, это стало делом нашей семьи. И нам не хочется останавливаться на достигнутом, мы хотим идти вперед. Редактор субтитров А.Семкин